Здарова, дружище! С тобой Сайбербанана, Серёга. И, кстати, я для тебя подготовил идеальный конфиг для повышения твоего фпс. Да, сегодня, кстати, мы ещё залезем в корень файлов Counter-Strike. Там некоторые мне говорили, «А чё ты скидываешь? А мог бы ты туда залезть?» Братан, я могу залезть, я могу тебе помочь убрать ненужные всякие файлы, но это потом видео, пока не буду ничего говорить. И плюс сегодня ещё. Параметры запуска мы поправим, которые были в прошлом видео. Там несколько ошибок было, но сегодня их не будет. Поэтому с тебя лайкусик, подписочка, колокольчик и... начинай! Братан, всё не спешим, делай так, как делаю я. Начнём с корневой папки. Заходим. Steam, библиотека, Counter-Strike, свойства и локальные файлы. Посмотреть локальные файлы. После чего заходим в CSGO. Дальше идём, где у нас скрипт. И находим Decals Subrect. Это отключает все пули, всё, что связано с пулями при стрельбе. То есть это тебе отвлекать не будет. Что делаем? Просто берём и... Пуф! Следующее, дружище. Теперь приехали на буковку P. Называется PropData. Правой кнопкой мыши. Чик. Удалить. До свидания. За что это отвечает? Отключает физику. Разбитие стёкол, бутылок, всяких цветочков и так далее. Это нам не нужно, поэтому отрубаем. Ну а дальше, если ты хочешь пошалить, мы можем с тобой отключить вот это вот. Пак 007. Это перчаточки, которые физика там всякая есть, якобы, ну, блески и так далее. Нахрен. Берёшь, отрубаешь. Просто удаляешь. Если что, если тебе не понравится что-то, заходишь в корзинку и нажимаешь возобновить этот файл. Запомни, Пак 007 отключает перчаточки. Ну и также, я сегодня немножечко шалю. Андрей, что с вами? Да со мной всё нормально, просто я немножечко шалю. Ага. Поэтому отключаем ещё 028. Это всякие текстуры на Дасти, да и не на только Дасти. Короче, их тоже отрубаешь. Если тебе не понравится, братан, вернёшь обратно. Будь аккуратен. Ну, с корнем. Мы, короче, завязали, а теперь переходим непосредственно к самому уже конфигу. Как его установить? Ссылочка в описании. Показано в примере, как непосредственно я буду устанавливать конфиг. Допустим, я его скачал. Теперь я захожу в локальный диск C, где у меня установлен сам Steam, не Counter-Strike, Steam. Захожу в Program Files. Steam. Теперь User Data. Нахожу. Видишь вот эти цифры? Ты скажешь, чё, а у меня их несколько. Допустим, у тебя такое может быть. Выбираешь именно те цифры, в которых ты играешь. То есть эти цифры, это означает идентификатор твоего определённого Steam аккаунта. То есть у меня Steam аккаунт 1, мой родной. У тебя может быть несколько. Выбери тот, на котором ты играешь. Дальше заходишь. Выбираешь 730, Local, KFG. И вот ты находишься в самом конфиге. Ну, куда скидывать конфиг? У меня их несколько. Есть Banana, есть всякий конфиг, CyberBanana там и так далее. И я вот, видишь, CyberFPS. Я уже сюда его добавил. Поэтому просто берёшь, скачиваешь и добавляешь в ту папку, которую я тебе только что показал. После чего закрываешь это. Ну, а дальше осталось непосредственно сделать параметры запуска. То, что были в прошлом видео. Зачем я туда показываю, не знаю. Ну, наверное, там в самом верху где-нибудь сделаю отсылку на это видео. Ну, либо в описании посмотришь. Как поставить параметры запуска? Это мы заходим в библиотеку, точно так же в Counter-Strike, свойства. И тут уже установить параметры запуска. У меня здесь всё своё, но я, естественно, поставлю то, что будет в описании снизу. Все параметры запуска. Не потеряй ничего. Вставь. Единственный один важный момент. Вот этот FreeArts 4. Это означает ядер 4 у тебя на компьютере. Если у тебя ядер 2, ставишь цифру 2. Если 1, тогда лучше не стоит играть в код-срайку вообще. У меня их 6, поэтому я поставлю здесь цифру 6. И всё. FPS Max. И у меня ещё была ошибка вот здесь. FPS Max меню 999. Вот у меня в S не было. Поэтому если с прошлого видео ты всё поставил, тебе всё понравилось, братан, измени и поправь, как я сделал здесь. ОК. Закрыть. Закрываем и заходим в Counter-Strike. После того, когда мы зашли в сам Counter-Strike, прописываем. EXEC и кибер-FPS. Вот он уже у нас здесь появился. Сейчас будет громкая музыка, поэтому сразу приглуши звук. Всё, звук я отключил. В общем, прописали. И теперь давай на примере проверим, напишем соревновательный. Только соревновательный с ботами. И, к примеру, тот же самый возьмём Dust, да? Где будет отчётливо видно, какие мы файлы лишние удалили из Counter-Strike. Дружище, ну вот так вот. Сейчас мы поставили 4 на 3. И ты посмотри. Лишние детали все убраны. Скажи спасибо, что я ещё небо не убрал. Это нормально. Итак, сейчас мы постараемся догнать террориста. И я тебе покажу, что ещё помимо... Видишь детали, как выглядят? Вот. И у неё, посмотри, руки. Перчатки. Перчатки убраны. Детализации перчаток тоже нет. Это классно. Лишнего ничего нет. Не нагружает твой процессор. И фпс летит куда? Правильно. В небеса. Видишь, даже перчатки у этого персонажа. То же самое. То же самое. Ничего лишнего отвлекает. Вообще ничего не лагает. И просто великолепно. На всякий случай, братан, ещё раз тебе напомню. Всё будет в описании. Смотри внимательно. Читай внимательно. Пересматривай его видео, если что-то не понял. Ну а с тобой был Серёг Сайбербанана. Красавчик, да? И ты тоже молодец. Спасибо тебе за подписку. Кстати, посмотри вот это годное видео. Оно реально тебе зайдёт. Давай. Пока-пока.